Кола всем, кто сейчас нас смотрит! Вы когда-нибудь задумывались о том, что в 16 лет можно самому создать модернизированный строительный материал? Я тоже о таком не думал. Но Игорь Мерикянов из городской классической гимназии сделал это. И сегодня мы с ним познакомимся. Игорь Мерикянов – ученик 10-го класса городской классической гимназии. В 14 лет он создал проект бетонной панели, которая по качеству превосходит обычную. А началось всё с того, что на дачном участке его родители решили построить гараж. Когда была городская научно-практическая конференция, меня попросили поучаствовать и сказали выбрать тему. Я долго выбрал, что буду рассказать, что буду придумывать. А потом вспомнил то, что летом я занимался тем, что построил гараж и добавил туда углеродные нанотрубки. И я решил об этом рассказать. Моя панель трехслойная отличается тем, что она легче и прочнее, и себестоимость ниже, поскольку цемента в этой панели меньше в два раза. То есть идея моего проекта заключается в том, чтобы сократить количество цемента в два раза и увеличивать количество песка путево внесения углеродных нанотрубок. И тем самым происходит снижение себестоимости материала. Для справки. Углеродные нанотрубки — это материал, которым грезят многие учёные. Показатели их прочности, огнестойкости, электро- и теплопроводимости выше, чем у большинства других известных материалов. Из себя они представляют свернутый в трубку одноатомный крыльцевый лист. Русские учёные Константин Новоселов и Андрей Гейм за это открытие получили Нобелевскую премию в 2010 году. Про углеродные нанотрубки я узнал из научного популярного журнала «Популярная механика». Там была статья компании «Аксиал» про углеродные нанотрубки. Они рассказывали про них, то, что они в 115 раз прочнее стали на разрыв. Мне стало интересно. После я это рассказал родителям. Они тоже загорелись в такой идее использования углеродных относительных нанотрубок в бетоне. Позже компания «Аксиал» нам предоставила как раз-таки вот эти углеродные нанотрубки. И в последующем мы их использовали в производстве. Нанотрубки сейчас используются в космонавтике, в медицине, но в строительстве они мало используются. Сколько примерно весит этот блок? Там блок примерно весит килограмм 12-15. А обычный бетон сколько бы весил? Обычный бетон бы весил при таких размерах килограмм 40-50. Вес зависит от толщины бетона, от количества цемента, сколько добавили. Вот так вот. Вы могу его сейчас поднять? Да, конечно, сможете. С момента создания проекта Игорь его улучшал и модернизировал. С ним он успешно выступил на городской научно-практической конференции, всероссийском конкурсе «Ученые будущего» и на международных интеллектуальных играх. Игорь в будущем планирует дальше улучшать свой проект и даже хочет вывести его в промышленность. Данный проект можно внедрить в промышленность. И сейчас, например, можно построить гараж 6х6 метров был построен у нас за неделю на дачном участке. То есть мы залили панели и смонтировали их за неделю. То есть быстрота, легкость и надежность, также низкая себестоимость проекта. Во время общения с ним меня поразило то, как вообще могла прийти подобная мысль. Ведь не каждый школьник знает, что такое углеродные нанотрубки. И тем более не задумывается о том, чтобы добавить их в бетон. Спасибо, Игорь, что рассказал вам о своем проекте. Это было очень интересно. Желаю тебе успехов в дальнейшем и не забраться в эту тему. Спасибо большое. На этом у меня все. До новых встреч. Всем пока.